МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. Увага до кожных. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко сёння провёл промую телефонную линию. С юбилеем ГДУ. Одна з ведучих в НУ Беларуси отзначает 90-х годзе. Головная безпека людей. Комунальные службы проводят опрацовку жилых домов и детячих пляцовок. А зараз обгэта меньшим, больш падрабязна. Утеплить стены, да помогчызнасти працу, выдать фельдшарам видеорегистраторы, разобраться с земельными пытаннями и недобросумленными предпринимальниками. Сегодня в корме помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко провёл промую телефонную линию. За 2 годины на ЯЕ позвонили коля полутора десятка уже хоров с разных кутков региона. Об тем, что турбуя людей, доведалися наши корреспонденты. Первый звонок раздается ровно у 10 годин. Уже хара Рогачёва одразу некальки тем. Одна из них достатково слушная. Мужчина пропоновывает закупить для фельдшара ухудкой допомоги видеорегистраторы. З ними будет спокойнее як медикам, так и хворым. Так само гучить просьба допомогчей отримать дозвол на расторминовку оплаты зубопротезирования у державной стоматологии. Наступное телефонование с Гомеля. Женщина просит не переселять я ее семью и инших жильцов с одного интерната у други в связи с передачей будинка на баланс иншей организации. Пытание достатково складанное. Потребует лумачение от разных службов. Жильевые проблемы и уже хара гомельской шмат поверховки. Унезразумелую ситуацию трапил Жихар Решескага района. З яго дома на поверку зняли лечильник электроэнергии. До этого, каже мужчина, от лечения за гэтые послуги робились с яго зарплаты автоматично. А зараз энергетики поведомили, что у яго велизная запозиченность за электричность. Зразумелая, не обойшлося без карга у нас уседев. Например, у Мазыранки они забрали метр земли на присядебном участку. Традиционные просьбы, да помогчи знасти працу. А Жихарка Карменского района поскарделася на недобросумленного предпринимальника, який взял тысячу рублей за установку окна, але не выканал работу и гроши не вернул. Ряд вопросов сегодня касается по-прежнему. Это наведение порядка в дворовых территориях, это утепление домов, это простые банальные вопросы снять антенны с крыш, потому что они угрожают, могут принести какие-то увечья. Ну и также это трудоустройство, оно опять-таки всегда звучит. Мы вырешили пахуторать за утром скарги, а кае тычется дорожных пытаний у кармы. У Владимир Ананенко разом с суседями уже чакал нас на проблемной улице. По этой стяжинце рассказывают мясовое, у сырое на дворье не пройти. Кажуть, зверталися у райвы конкам, але пакуль на рамонт нема финансовання. Нам любую дорожку мы предлагали, привезите щебня, мы проведем субботник, как сами жители, и сделаем себе эту дорожку. Нам лишь бы была пешеходная дорожка, нам ничего другого больше не нужно. А что по поводу моста? Просто нормальный, хороший, ну просто нужно сделать перила. Там лежат бетонные плиты. Сделать перила и все. ГТ-пытания, так само усе остатние, які прогучали подчас промой линии, будуть розгляджены у ближайший час. Ижигары Гомельщины оперативно отримаются на их грунтовные отказы. Марина Северьянова, Вольга Коновалова, Сергей Камков, телерадиокомпания Гомель, Кармянский район. Найстарейший ВНУ региона, Гомельскому державному университету имя Франциска Скарини, исполнилось 90-х годов. До этой даты, во установе подрихтовали шмат цикавого. Новиковую конференцию, выставу досягненню и конкурсы. Ганна Корольчук с подробностями. Гомельский педагогичный институт начинал работы в 1930-м годе с двух отделений физико-математичного и химико-биологичного. В 1969-м его пероотворили в университете, а в 1988-м он отримал имя белорусского осветника Франциска Скарины. Сегодня тут працуют 12 факультетов, на которых учатся больше 9 тысяч студентов. В составе университета два науково-доследжие института и Амальпа у сотни студентских лабораторий. Ежегодно порядка 150-180 работ отправляются на республиканский конкурс, из которых где-то процентов 80 получают ту или иную категорию. На данный момент 35 человек попали в фонд президента, то есть они отмечены этой высокой наградой, ну и соответственно получают определенные льготы, в том числе и как молодые специалисты при устройстве на работу. Процент охвата студенческая наука составляет почти 50 пациентов. С всеми этими и многими меньшими досягнениями можно было познайомиться на специальной выставе факультетов. Юристы показали деловую гульню азбука громадянина, аспирант университета Алексей Зайцев демонстровал вядомую разумную теплицу хутор Мебиуса, а так само новые распроцовки робототехники. Молодые науковцы, резерв будущих педагогичных кадров. Зараз профессорско-выкладчицкий состав ВНУ включает больше за 500 человек. За особистый уклад в развитие науки и эдукации региона я не отримали грамоты и подзеки от кировництва университета. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, я должен сказать, что люди, которые работали или стояли у истоков университета, они также преодолевали не меньшие трудности. Я уже говорил, что это основано было в 30-е годы, это тоже было непростое время. Университет пережил годы военного лихолетия, работал в эвакуации в Кировской области, в городе Амутнинск. Потом вернулся в город Гомель, восстановил свою работу и за эти годы подготовил сотни тысяч высококвалифицированных специалистов. По опошнях дадзинах рейтингу с усветных университетов в Эбометрекс, Хомельский университет у пятерцей лепших в ИНУ Беларуси зарекомендовался Бейоны на международной арене, установив договоры об супрацовнестве с замежными университетами и организациями больше, чем с 25 краин света. Ведомая эпидемичная ситуация унесла свои коррективы. Обмен в опытом перешел у основному онлайн-формат. Як, наприклад, и сегодняшняя международная конференция «Проблемы и перспективы инновационного развития университетской адукации и науки». Юбилейные мероприемства во университете имя Франциско-Скарыны протягнутся заутро прием гоноровых гостей и святочным концертом. Ганна Коральчук, Валера Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Одны с 10-литровыми йомистостями заплячима, инши с компактными баллонами. Прибиральщики с початку пандемии кожный день опрацовывают подъезды домов, да с раствором, как бы уже хоров было меньше рызыки подхопить там коронавирусную инфекцию. Як на практице проходит такая работа? Назирала Марина Северьянова. Рабочий день у нас начинается с обработки подъездов с улицы. Это ручная у нас. И домофон протирается. Обрабатывается здесь. 10-литровых оболон ухопая на процелку полутора десятков подъездов. За измену Галине с коллегой треба дезинфековать свыше 30-ти. Ежедневно у нас обрабатывается лифт. Это перила, стены, потолок и панель. Сразу же тоже человек идет за мной. Это все протирает и проходим дальше. Теперь у нас обработка ящиков. Ящики обработаем и начнем обработку перил. Полова от всех жильево-будовнических кооперативов и товариства уласников Гомеля находится на территории центрального района. Зараз мы у ЖБК на Галавацкого. Тут такие же санитарные нормы, как и у других высотках. Каждый день вам приходится тратить много времени на то, чтобы обработать подъезд, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, знали, что вы уже потрутились и можно спокойно и почтовые ящики открывать, и кнопки в лифте нажимать. Расскажите, из чего состоит ваш день? В общем, работа обычно, как всегда, уборка. Уборка – это влажная уборка, лестничные проемы, лифты, кабины, лифты, все. Но когда уже случилась эта наша пандемия, конечно, начало намного сложнее, потому что нужно ежедневно обрабатывать средствами, во всяком случае, первые этажи, кнопки лифта, в лифте самом, ящики почтовые обязательно, дверные ручки, ну, все остальное, что на первом этаже находится, обязательно. Жихары дома свою Ганну Михайловну вельми поважают и за клопот, и за аккуратность, и за веселый характер. Анна Михайловна очень положительный человек, очень позитивный, все идет согласно санитарных нормах, все как бы обрабатывается этими специальными средствами, все, это мы ощущаем на себе, все очень позитивно. С початку года сфера жилевок коммунальной господарки в области на санопрацовку подведомостных территорий и объектов потратила свыше 900 тысяч рублей. С закупкой дезсродков сейчас проблем не возникает. До речи, с красавика было закуплено больше 8,5 тысяч литров антисептичных растворов, больше тысячи килограммов сухих порошков и прикладно 14 тысяч таблеток. Работниками предприятий жилищно-коммунального хозяйства ежедневно проводится колоссальная работа. Это очень важно во избежание распространения коронавирусной инфекции. Задействовано по Гомельской области порядка 960 человек, в том числе 367 человек в городе Гомель. Кроме подъезда до сферы отказности жилево-коммунальной господарки относятся опрацовка детячих пляцовок, транспортных припынков и троллейбусов. Барина Севриянова, Сергей Камко, телерадо, компания Гомель. До инших тем. Жлобинский районный отдел Следующего комитета завершил расследование криминальной справы об насилии, сдействованным в отношении недонаместника начальника Жлобинского РАУС. подчас массовых беспорадков на территории города милиционер спынил «Фольксвагенпола». Правоохонник хотел переконаться, что водитель не схавал у иншамарцы у дельника несанкционованного мероприемства. Мужчина поспробовал утячы, а руку супрацовника милиции заблокировала ручкой автомобиля. Водитель по скорой рухи протягнул милиционера за машиной. Злочинца сбег, аллея го оперативно затрымали. Расследование уголовного дела завершено. Проведен комплекс следственных действий, в том числе очные ставки и два следственных эксперимента. К материалам дела приобщена видеозапись происшествия, размещенная в социальных сетях. На основании собранных доказательств жителю Жлобина предъявлено обвинение в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Максимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьей Уголовного кодекса лишение свободы на срок до шести лет. 2020 год стал непростым для сферы отпочинку. Клубы, кафе, рестораны закрываются, спиняют свою деятельность альбо переходят на спрощенный режим працы. У некоторых выпадках это обумовлено вплывом пандемии COVID-19, а часом невыконанием грошовых обвязательствов. Закрытие гомельской карчмы будьма выкликало резонансу интернете. Некоторые корыстальники социальных сеток связали подею с активной грамадянской позицией ресторана. Алина Самреш причины куды больше прозаичные. В течение всего текущего года наблюдались несвоевременные оплаты, оплаты не в полном объеме за услуги предоставляемого строительным 314 передатным арендодателем коммерческого помещения. Обращаю ваше внимание на то, что в мае месяце нашей организации было послано уведомление в одностороннем расторжении договорных отношений по аренде жилого помещения расположенного по улице Привокзальной 3А. Вместе с тем мы подали ходатайство в хозяйственный суд города Гомеле о расторжении данного договора о старе выселения неблагонадежного арендатора. Зараз частка помешканья по улице Привокзальной 3А выставлена на продаж. Призначена дата аукциона. Белорусская чугунка додаст больше 70 техников на новогодние и колядные святы. Они будут курсировать с 14 снежня по 11 студеня по наибольш запотребованных маршрутах. Улику яких Минск Гомель и Гомель Витебск. Нагадаем, продаж квитков на техники региональных линий открывается за 20 суток до отправления. Больш подробязную информацию можно отримать на сайте компании и по телефоне 105, а так само в мобильном додатку bc.moytangnik. Оранжевый уровень небеспеки объявленный в Беларуси на 20 листопада с замоцного ветру. В пятницу в нашем регионе будет в облачных прояснениями мягчим и дождь. Ветер прогнозуется поудневый с переходом на поудневый заходный 5-10 метров за секунду. Ночью иранница и на большей части территории. Днем месяцами чекается узмацнение ветру порывами до 20 метров за секунду. Температура поветра ночью будет вагаться от 0 до плюс 2. Днем поветра прогреется до 4 тепла. В субботу на территории в области чекается туман и обмежевание бачности на дорогах. В неделю прогнозуется мокрый снег. Это и так самые новины. Информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.cverhomil.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня утром в Речицком районе. В условиях недостаточной видимости 43-летний водитель грузовика МАН двигался по автодороге Октябрьский Паричи-Речица. В районе остановочного пункта деревня Заходы он наехал на 70-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу. По информации ГАИ она была без светоотражающих элементов. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Подробности произошедшего выясняются. Сегодня около 7 часов утра на автодороге Октябрьский Парич-Речица водитель грузового автомобиля МАН совершил наезд на пожилую женщину, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Потерпевшая 70-летняя жительница Светлогорска. По предварительным данным женщина направлялась к себе на дачу, расположенную в Реческом районе. В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи просят очевидцев происшествия позвонить по телефону, указанному на экране. Еще одно ДТП произошло на трассе в Гомельском районе. Водитель наехал на пешехода, который затем скончался. На автодороге М10 граница России Гомель-Кобрин 55-летний водитель Рено двигался из областного центра в сторону Речицы. В пути следования он наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте в непосредственной близости перед автомобилем. 54-летний мужчина не был обозначен фликерами и по предварительной информации ГАИ находился в нетрезвом состоянии. Его госпитализировали в реанимацию, где он скончался. Очень важно, чтобы пешеходы помнили о том, что пересекать проезжую часть дороги необходимо только в установленных для этого местах. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу перед близко идущим транспортом. Водитель в одну секунду не сможет остановить свое транспортное средство. Также В Гомеле на ОАО Коминтерн взорвался газовый технологический котел. В момент инцидента в помещении находился оператор котельной. Он не пострадал. На производственный процесс предприятия взрыв не повлиял. В результате происшествия разрушены клапаны и внешняя обшивка котла. Выбито 9 окон в здании. Причины происшествия устанавливаются. Вероятно взрыв мог произойти из-за повышения давления в топочном пространстве котла. Вчера в районе 8 часов 30 минут на котельной произошел инцидент. Данный инцидент не повлиял на технологический процесс. Рабочий персонал не пострадал. На данный момент создана комиссия по расследованию причин инцидента. В данную комиссию также включен представитель госпромнадзора. Сейчас комиссия осматривает место происшествия и проводит мероприятие по выявлению причин произошедшего. В Гомеле горела окрасочная камера в автосервисе. Когда спасатели прибыли на место, из помещения шел дым. Огонь повредил обшивку потолка в камере и лакокрасочное покрытие автомобиля Рено 2017 года выпуска. Пострадавших нет. Вероятная причина возгорания, нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Всего за минувшие сутки зарегистрировано 8 пожаров в жилом секторе. Во всех случаях обошлось без пострадавших. В деревне Романовичи Гомельского района в результате пожара уничтожена деревянная баня. Вероятно, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Вероятно, по этой же причине в Жлобинском районе пострадал от огня жилой дом. Повреждено имущество стены и потолки. Кирпичный жилой дом горел в Мозере. Огонь повредил имущество на цокольном этаже. Возгорание могло возникнуть вследствие нарушения эксплуатации электросетей и электрооборудования. Аналогичная причина пожара и в Житковичском районе. Там загорелся строительный вагончик. Он полностью уничтожен. Хозяин дома с печным отоплением должен обязательно проверить безопасность отопления перед началом ни в коем случае не используйте при растопке легко воспламеняющиеся и горючие жидкости, такие как бензин или керосин. При использовании каждые три месяца необходимо очищать дымоход от сажи. Самое важное не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не позволяйте детям самостоятельно их растапливать. Что касается электрооборудования он должен быть сертифицирован и без каких-либо поломок. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Женский гонбольник Гомель после долгого перерыва вернулся к делам чемпионата страны. Простой в почти четыре недели сказался на игровых кондициях подопечных Тома Жачатера. Первый тайм гостевого поединка против Витебчанки не сложился. Гомельчанки хоть и ушли на перерыв имея преимущество в счете, но оно было минимальным 14-13. Во второй половине гости нащупали игровой ритм и смогли нарастить разрыв. Итог 33-25 в пользу Гомеля. Самая результативная в составе победительниц Виктория Дивак 10 голов. В субботу 21 ноября Гомель принимает Березину. Для гомельской мини-футбольной команды БЧ коронавирусная пауза затянулась более чем на месяц. Железнодорожники последний раз выходили на паркет в официальных поединках 10 октября. Своё возвращение подопечные Дмитрия Некрашевича отметили победой. Собственно, оппонент Гомельчан в матче 8-го тура чемпионата страны столичный Динамо БНТУ также скучал без игровой практики месяц. Карантин железнодорожники видимо провели с большей пользой. К 9-й минуте счёт на табло был 4-0 в их пользу. По разу в протоколе отметились Селивончик, Гуменюк, Черниенко и Евдокимов. Правда, Михалевич тут же один мяч отквитал. Он же в концовке второго тайма вернул интригу, но вскоре Текуришвили охладил пыл студентов. Победа с отсчётом 5-2 вернула БЧ в квартет сильнейших команд чемпионата. Матч между Динамо БНТУ и БЧ закрыл программу 8-го тура чемпионата, что позволило подвести итоги этого игрового отрезка. Лучшим игроком 8-го тура назван Владислав Селюк из Гомельского ВРЗ. В победном поединке против УВД Динамо игрок отметился забитым голом и дважды ассистировал партнёром. ВРЗ победил 9-0. Кстати, сегодня Владислав Селюк празднует свой 27-й день рождения. Речицкий спутник в перенесённом матче 24-го тура чемпионата страны по футболу в первой лиге обыграл Оршу. Игра проходила в Речице. По итогам первого тайма хозяева поля вели в счёте. На дубль Лагутина гости ответили точным ударом Сияка. После перерыва ситуация развивалась похожим образом. Уорши вновь забил Сияка. А вот в составе Речицкой дружины отличились Федянин и Утюжников. Спутник побеждает 4-2. Праздновать чемпионство Речицкая дружина будет на домашнем стадионе. В субботу 21 ноября в заключительном туре чемпионата в первой лиге спутник принимает Слоним. Кроме футбола болельщиков на стадионе Центральный в райцентре ждет развлекательная программа и награждение команды золотыми медалями. И вновь перенос на этот раз в баскетболе. Запланированный на 21 ноября матч чемпионата Беларуси по баскетболу среди мужских команд между гомельскими рысями и молодежным составом Гродно-93 не состоится. Игра должна была пройти в Гомеле. Команды встретятся в декабре. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.